что я хочу сегодня сделать я хочу сделать сгущенку купила 2 литра молока буду пробовать по одному из рецептов одного из блогеров деревенского контента которые советуют делать сгущенку по определенному рецепту потом как-нибудь сделаю по другому рецепту и сравню для этого мне потребуется 2 литра молока и 600 грамм сахара 600 грамм сахара и отмерила на каждый литр молока 300 грамм сахара молоко и купила отборное молоко жирность 3 от 3 4 до 4 с половиной процентов это не домашний это обычный молоко но тем не менее хочу попробовать не из домашнего а из покупного молока но очень жирного хорошего как бы как бы хорошего как бы жирного сделать сгущенку говорят очень вкусная сгущенка туда-сюда я не знаю дело в том что я любитель сгущенки профессионал в этой части я очень люблю сгущенку и признаю в общем-то чувствую очень когда она вкусная когда невкусная невкусная есть даже вообще не могу не с кофе не с чаем никак хорошую сгущенку просто так нечего делать съесть баночку поэтому я признаю только в общем-то производитель одного это белорусская сгущенка рогачёв потому все остальные наши российские производители да по госту делают что-то у них бывает не получается очень редко получается хорошо то есть это как правило исключение то она густовато то может кого-то тоннами стекает тонн и наоборот течет сильно ну то 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 не то то это несет но бывает и хороший нож и нового качевская сгущенки на навсегда набрать хорошие но бывает и у них там провала какие-то идет ли так и бывает что рогачевскую покупаешь и она с каким-то ну не то что-то не то он у них авареная кстати очень вкусно рогачевская ну а тут вот на деревенском контенте несколько рецептов которые блогеры это свой рецепт восполняют и рекламируют говорят очень вкусная домашняя сгущенка ну конечно отличается по вкусу от покупной но тем менее не менее вкусно ну в общем я хочу проверить так ли это то есть искали близко ли по вкусу это сгущенка с настоящей сгущенкой это не очень хочется попробовать именно такой сгущенку как рекламируют поэтому рецепт вот на этом не на 2 литра молока 600 грамм сахар большой большой таз то есть площадь нагрева должно быть чем больше тем лучше потому что задача чтобы как можно быстрее спарилась испарение шло если на самую максимальную конфорку то есть это у меня есть так у меня очень широкий по площади очень большой максимально какой только возможно сделать большой то есть именно дно большое поэтому я сейчас вылью 2 литра молока добавлю 600 грамм сахара то есть на каждый литр по 300 грамм и два раза на кончике ножа соды все это размешаю включу духовый газ и 30 минут буду это варить в общем-то не вмешиваясь в этот процесс просто варить на очень-очень большом огне очень большим огне тот другой рецепт который я буду пробовать там наоборот на среднем огне полтора часа где-то а здесь полчаса и все готовы посмотрим попробуем с вами все увидим сами вот я разрешала кроме молока сахара и соды я сюда больше ничего не добавляла на килограмм молока 300 грамм сахара и на кончике ножа соды здесь 2 литра 600 грамм два раза я добавила соды все я размешала то есть имейте ввиду что вот что происходит таз у меня высокий действительно высокий большой высокий но тем не менее вот я стою наблюдаю что не дай бог чтобы это все выкидывал вот меня вот уже по бортики именно по бортики чтобы вам показать не хватает стиле трогло наверно так что вот я даже не знаю что мне делать мешающие чтобы как-то уменьшить это все уменьшить эти все молочные реки что произошло все это опала у меня осела то есть покипелки покипела и туда плюх и вот само собой то есть да осела все так же не я их газ не трогал все так же на таком же огне и вот теперь она кипит когда я покажу когда она будет так прошло ровно половину тех 30 минут с тех пор как закипела стала ночью такой принимать кремовый отец она опять подниматься шапкой вот таким образом стала кипеть поменялось не знаю с чем это связано вот так вот стала себя вести еще 10 минут из-за явного времени но пока что она не кипит таким образом который вот я вам говорил что так то нужно кипеть шапочкой как бы будет вот видно что она готова пока пузырьки появляются но но еще нет хотя близко да вот такое вот пурление огущенка вот-вот будет готова ну да близко близко подождем еще здесь не подождем повара я вам хочу сказать вот все для вкушеного молока только вот появится вот такая вот шапочка с такими крупными пузыречками то все молоко наше стало густое вот сейчас видим я набираю вот она стекается когда она остынет она должно в принципе да она льется 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 я это вижу оно должно еще больше загустить наверное достаточно мы будем делать ее темную чтобы она приближенная была к покупной поэтому я выключаю и будем остужать вот я хочу показать как и как это шапочка выглядит как она кипит вот именно чтобы вы поняли как оно должно выглядеть если будете варить что я знаю как оно должно кипеть с детства вот такие то я сейчас сделала я выключила мою задачу вот она села моя задача вот такого на кремового цвета стала наварить дольше она будет более вареная нагрой больше будет уже похоже на вареный сахар что я должна сделать не знаю стоит ли про меня еще процедите процедуру мне не жалко вообще она без комочков и не надо чего процедует процедуру цвет кремовый в принципе действительно вот просто сейчас может так отсвечивать но цвет очень похож максимально похож на кто сгущенка которую продают такое кремового цвета не желтого именно кремового буду процеживать сейчас я ведь хочу сказать что важно ведь мы сгущенку можем купить хорошую магазине рогачевскую на ту же самую которая продается там сто двадцать три рубля по моему за баночку поэтому себестоимость тоже имеет значение зачем заморачиваться если можно купить сейчас мы я потратила на молоко отборная 1 литра восемьдесят рублей я купила два литра 160 рублей ну и там 40 рублей на сахар будем считать полкило сахара а не 600 грамм получается 160 плюс 20 180 рублей сейчас я процежу хоть я говорю навряд ли я зачем я это делаю не знаю у меня на принципе получилось довольно симпатичная чистая без кому кило двести двадцать один ну за вычетом миски ну будет кило 100 но я потом посмотрю сколько это будет это миска есть кило двести двадцать один эта посуда 100 грамм весит и так стандартный вес одной банки рогачевской сгущенки триста восемьдесят грамм стоит например 120 рублей ну когда-то бывает по акциям подешевле будем считать 400 грамм 400 грамм 120 рублей у нас тут получилось 1200 ну за вычетом там грамм еще 90 мы будем считать для округления что получилось три таких банки потому что в триста восемьдесят грамм ну и тут как раз без этих 60 грамм и будет три баночки сгущенки то есть таких вот это 360 рублей за три баночки сгущенки мы потратили с вами 180 рублей то есть два раза меньше сладковато ну вот знаете я думаю что 500 грамм было бы наверно более актуально сладковато сильно сладко надо попробовать 500 граммами что я хочу сказать то что мы реально до 33 варилась по цвету реально хороша по консистенции посмотрим по вкусу когда остынет тоже поставила эту баночку охлаждаться в холодную воду и это потому что на производстве охлаждают этим когда варят путем то есть циркулирует холодная вода пока под давлением сгущенка варится но я решила конечно я не смогу при варке этого сделать но когда остывает почему в ней не резко охладить попробовала и ухладить тем более мне хочется показать вам ее густоту консистенцию именно в холодном виде здесь перебор сахара надо уменьшить для начала на 100 грамм сделать 500 грамм на 2 литра молока однозначно ну кто любит может быть сладко очень сильно я люблю сладко очень сильно но это для меня сладко если уж даже для меня сладко то это сладко цвету 5 из 5 по сахару нет не 5 4 4 4 с плюсом 4 но не 5 по консистенции нормально нормально для такого домашнего производства сгущенки нормально вполне я еще думаю она под застынет я поставлю и говорю в холодильник мы с вами посмотрим что получится вытащила сгущенку из холодильника все она остыла холодненькая посмотрите она стала лица так как аркачевская как хорошая сгущенка хорошего качества шикарно льется то есть шикарно так как положено не больше не меньше образуя видите вот такой вот когда сгущенка хорошая она образует вот такой вот вот тут вот видно дне не на дне 1 чашки вот так пробуем цвет идеальный консистенция идеальная по вкусу чуть чуть сладковато немножко сладковато поменьше сахара 500 грамм я думаю будет идеальным будет 2 рецепт будем пробовать и этот рецепт 500 граммами но сладко реально сладковато все остальное везде пятерки не пятерка только в одном это по количеству сахара здесь только сахара не нужно это много уменьшать до 500 грамм однозначно все остальное на 5 плюсом цвет консистенция все шикарно а